Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». На нашем канале мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно все об запчастях. На канале «АвтоСтронг» вы можете посмотреть все об запчастях, а в компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные запчасти с гарантией и быстрой доставкой. Вы просили, мы долго готовились и прямо сейчас мы выкатим рейтинг топ-10 самых надежных дизельных двигателей. Мы отобрали моторы, с которыми вы можете встретиться, то есть автомобили с этими моторами ездят и не болеют. В данном рейтинге все двигатели с топливной системой Common Rail, которая никак не ухудшает их надежность. Невероятно, но это факт. Причем на каждый из этих моторов мы сняли подробнейший обзор. Ссылочки будут в описании. Итак, десятое место. С натягом в наш рейтинг мы поместили двигатель Toyota D4D. Он появился в 2005 году. У него алюминиевый блок и он достался всем крупным европейским моделям Toyota, а также Lexus IS. Двухлитровая версия развивает мощность 126 лошадиных сил, а 2.2 от 136 до 177. Цепь ГРМ надежна и никаких нареканий не вызывает. Топливная система Denso долговечна, но менять топливный фильтр надо только на оригинальный и желательно почаще, вместе с масляным фильтром. Тойотовский дизель попал в наш рейтинг с натяжкой, потому что до 2009 года он сходил с конвейера с дефектной прокладкой ГБЦ. Ее пробивало, что требовало снятия головки и замены прокладки на новую. А также была необходима проверка ГБЦ и блока на предмет эрозии алюминиевого сплава. В принципе ничего такой. Мотор получился. Десятое место. Итак, девятое место. Двигатели Hyundai Kia объемом 1.5 и 1.6, которые относятся к большому семейству под литерой U. В это семейство входят двигатели объемом от 1.1 до 1.7. Сервисменам и владельцам эти двигатели известны под индексом D3E и D4F. Эти двигатели были созданы для европейских моделей Hyundai и Kia. У нас самые популярные это Hyundai Getz, Hyundai Matrix, Hyundai A30, Hyundai Elantra, а также Kia Seed и Kia Soul. Топовые версии двигателя 1.7 встречаются на Tucson и Sportage. У нас они менее популярны. Двигатели построены на основе чугунного блока, имеют по четыре клапана на цилиндр, цепной привод ГРМ, топливная система Bosch с электромагнитными форсунками. Турбины на большинстве версий с изменяемой геометрией. Каких-то слабых мест в двигателе замечено не было, но следует отметить, что две отдельные цепи имеют свойство растягиваться и начинают шелестеть при пробеге как в 80 тысяч километров, так и в 200 тысяч километров. Короче, годный корейский моторчик, который по праву получает девятое место в рейтинге «АвтоСтронг». Хороший двигатель оказался и у Nissan. Речь идет о двигателе объемом 2.2 и 2.5 литра, который появился в 1998 году. Его ранние экземпляры оснащались непосредственным впрыском с ТНВД распределительного типа VP44. Этот двигатель устанавливали на Almera Primera, Almera Tino, также X-Trail. Также этот двигатель получили чисто японские модели Nissan. Двигатель Nissan хорош и долговечен, причем оба его варианта с ТНВД распределительного типа и системы Common Rail заслуживают уважения. Но заправляться из бочки не стоит, потому что компоненты системы Denso в ремонте очень дороги. Пристального внимания к себе требуют цепи ГРМ. Их тут две, и обе двурядные. Они могут огорчить растяжением при пробеге в 200 тысяч километрах. И сопутствующим грохотом также одна из цепей может порваться с очень печальными для двигателя последствиями. Есть также и третья цепь, которая приводит в вакуумный насос. Она имеет тоже свойство растягиваться. И еще одна особенность этого двигателя – это отсутствие гидрокомпенсаторов в приводе клапанов, что вынуждает раз в 8-10 лет проверять тепловые зазоры. А в принципе так моторчик очень даже ничего. Поехали дальше. Итак, седьмое место. Дебютировавший в 2006 году двигатель Renault 2.0 DCI проделал огромную работу над ошибками, которые совершили его предшественники с объемом 1.5 до 2.2. Во-первых, он избавился от мудреных механических решений, которые были применены в двигателе 2.2. Во-вторых, он избавился от износа шатунных вкладышей. Эта проблема была присуща двигателям объемом 1.5 и 1.9. В результате получился просто нормальный современный двигатель с топливной системой Common Rail. У него чугунный блок турбина с изменяемой геометрией и однорядная цепь ГРМ. Его заполучили все крупные модели Renault от Megane и Laguna до Calleus и Velsatis. Также его устанавливали на Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. Также его устанавливали на коммерческие фургоны Traffic, Prima Star и Vivaro. Этот двигатель развивает от 90 до 180 лошадиных сил. В двигателе 2.0 DCI все хорошо. Главное не забывать менять масло каждые 15 тысяч километров и заливать качественное. При пробеге в 300 тысяч километров двигатель может начать тарактеть, а также заводиться рывками из-за растянутой цепи ГРМ. В общем, уверенное седьмое место. Едем дальше. Итак, шестое место. Дизель, который достоин упоминания, это итальянский 1.9 GTD. Именно в 1997 году он стал первым легковым дизелем с топливной системой Common Rail. Первые его версии были с двумя клапанами на цилиндр, а в 2002 году появилась версия с четырьмя клапанами на цилиндр и гидрокомпенсаторами. У двигателя чугунный блок и ременной привод ГРМ с интервалом замены 120 тысяч километров. Восьмиклапанные версии развивают мощность от 80 до 120 лошадиных сил, а 16-клапанный от 130 до 170. Их устанавливали на все Alfa Romeo, а также Fiat, Lancha, Opel, Saab и даже Suzuki. С данным двигателем в принципе проблем нет. Единственное, что на 16-клапанных версиях есть проблемы с вихревыми заслонками. С заслонок слетает общая тяга их привода. Из-за этого заслонки начинают жить своей жизнью и мешают жить двигателю. Ему не хватает при нагрузках воздуха, из-за чего снижается тяга и появляется черный дым. Также через разбитые пластиковые втулки наружу через спускной коллектор уходит надутый воздух, и наружу просачивается сажа и масло. И весь этот налет появляется на коллекторе и возле свечей накалов. В принципе, мы с этим мотором закончили. Пятому месту мы отнесем целое семейство ресурсных и долговечных мерседесовских дизелей с четырьмя, пятью и шестью цилиндрами и рассмотрим самые популярные ОМ-611 и ОМ-646. Это практически идентичные двигатели, которые немного отличаются топливной системой и навесным оборудованием. Сразу отметим, что в некоторых справочниках встречаются обозначения 2.1 и 2.2. Эти обозначения оба верные, потому что реальный объем этого двигателя чуть меньше 2150 сантиметров кубических. Итак, данные двигатели не имеют врожденных недостатков. Топливная система Bosch предельно надежна. Турбины вопросов не вызывают. Двурядная цепь ГРМ ходит не менее 500 тысяч километров. В некоторых версиях есть вихревые заслонки, которые разбивают посадочные отверстия во впускном коллекторе. В общем, с дизелями Mercedes все хорошо. Но с нами могут не согласиться владельцы фургонов и микроавтобусов Sprinter. А мы не можем не упомянуть их печальный опыт. Дело в том, что дизели ОМ-611, а в особенности ОМ-646, нередко погибали от износа или проворота вкладышей, деформации коленвала, либо же деформации постели коленвала. Данные двигатели в самых мощных версиях не переносят езду с перегрузом и ускорениями в натяг. Бытует мнение, что инженеры сэкономили настали для коленвалов. Но 5- и 6-цилиндровые двигатели объемом 2,732 таких проблем с коленвалом не испытывают. В общем, если бы не этот косяк с коленвалом, данный двигатель бы поднялся в нашем рейтинге выше. Но уверенное пятое место. Итак, место четвертое. Инженеры Honda создали свой первый дизель в 2003 году, но агрегат 2,2 CDTI оказался очень удачным. Даже алюминиевый блок не вызывал никаких проблем. Цепь ГРМ надежная и ходит 300 тысяч километров. В отличие от других японских производителей, Honda сделала выбор в пользу топливной системы Bosch. А это значит, что форсунки ТНВД ходят максимально долго и их ремонт не влетит вам в копеечку. Данный дизель у нас не столь популярен. Его можно встретить на всех больших Honda Civic 7, Accord 7-8 поколения, CR-V 2-го, 3-го поколения. Мощность данного двигателя 140-150 лошадиных сил. Четвертое место. По нашему мнению, это реально самый крутой японский дизель. А сейчас мы подбираемся к ТОП-3. Итак, ТОП-3. Концерн PSA, в который входит Peugeot и Citroёn, представили свой первый дизель с системой Common Rail в 1998 году. Нам он известен как 2.0 HDI. В первых версиях в ГБЦ было по 8 клапанов, но в 2003 году в ГБЦ поместили 2 распредвала и 16 клапанов. Пускной распредвал приводится от выпускного цепи. В приводе ГРМ ремень как у 8-клапанной, так и у 16-клапанной версии, который надо менять каждые 120 тысяч километров. Восьмиклапанные моторы просты и хороши. Дорогостоящие проблемы может доставить топливная система Siemens, которая встречается на ранних экземплярах довольно редко. В основном, на 8-клапанники ставилась топливная система Bosch. 16-клапанные двигатели чуть сложнее, но не сильно капризные. На ранних экземплярах может растянуться межвальная цепь ГРМ. Впоследствии производитель заменил на более надежную. Топливная система Siemens не терпит неквалифицированной замены топливного фильтра, а топливная система Delphi может огорчить стоимостью ремонта. В принципе, данный двигатель очень даже надежный, поэтому заслуженное третье место. Итак, второе место. Сейчас речь пойдет о классном дизеле Volvo 5-цилиндровом D5, который был создан шведскими инженерами. Никакого отношения к дизелям PSA Ford, которые тоже устанавливались на автомобили Volvo, он не имеет. Этот двигатель появился в 2000 году и просуществовал до 2015. Его устанавливали на Volvo S60, S80, V70, также на кроссоверы XC90 и XC70. Изначально объем этих двигателей был 2.4, затем появились укороченные версии 2.0. С заводской прошивкой эти двигатели развивают от 136 до 230 л.с. Данные двигатели изготовлены на основе алюминиевого блока, имеют по 4 клапана на цилиндр. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который надо менять каждые 120 тысяч километров. Турбины с изменяемой геометрией. С 2009 года на мощных версиях ставилось 2 турбины. Проблем у данного мотора практически нет. Но если вы покупаете дизель Volvo, выпущенный с 2007 по 2010 год, надо обязательно проверить, был ли заменен по гарантии ремень навесного оборудования с его роликом. Потому что ролик был с браком. Ремень могло затянуть под кожух ГРМ, там он мог попасть под ремень ГРМ. Ремень ГРМ мог порваться и поршни клапана, естественно, встретятся. На ранних экземплярах топливная система Bosch имеет форсунки с классами точности. Это надо учитывать при замене форсунок. А с 2009 года на этот двигатель устанавливались пьезофорсунки. Уверенное второе место. И как вы думаете, что мы поставили на первое место? Итак, встречаем рядная дизельная шестерка BMW с объемом 2.5 или 3 литра, которая появилась в 1998 году и просуществовала 14 лет. Ее выпуск закончился в 2012 году. К слову, флагманский двигатель BMW применялся не только на BMW. Версию 2.5 дефорсированную с мощностью 150 лошадиных сил устанавливали на Opel Omega B, а трехлитровую на Range Rover 3. Двигатель M57 не раз модернизировали. Самая серьезная модернизация была в 2005 году, когда блок стали отливать из алюминия. ГБЦ получила новые распредвалы и увеличенные впускные клапаны. Топливная система Bosch перешла на пьезофорсунки, а битурбированные версии развивали 286 лошадиных сил и 580 ньютон-метров крутящего момента. К надежности этого мотора нет никаких вопросов. Однако стоит обратить внимание владельцу будущему на вихревые заслонки. Скорее всего, они будут удалены. Если же нет, то надо осмотреть впускной коллектор на предмет запотевания под вихревыми заслонками. Также стоит послушать двигатель. Впускной коллектор не должен дребезжать. Дребезжание указывает на то, что одна или две заслонки уже готовы сорваться и упасть во впускной коллектор, попасть между поршнями и клапанами и вызвать преждевременную кончину данного двигателя. Также поздние и самые мощные версии двигателя M57, а также моторы на злом чипе могут потребовать преждевременную замену цепей ГРМ. На более старых двигателях цепи в легкую ходили по 500 тысяч, а в новых двигателях они могут потребовать замены уже на 300 тысяч километрах. Плюс цепь маслонасоса в придачу. Ну что, мы надеемся, вам понравился наш рейтинг. Вы просили, мы сделали. Просите что-нибудь еще. Тоже рассмотрим и тоже сделаем. Напишите в комментариях, как бы вы расположили данные моторы. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, все. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».